Приветствую, мои дорогие друзья! Помогите мне спокойно умереть Именно такое шокирующее сообщение я получил от подписчицы Марина из Москвы Я не смог оставить его без внимания, поэтому срочно выехал в Москву Ну что, друзья, наконец-то прибыли мы в Лобню Уже ночь на дворе Первые шаги Арчика по московской или подмосковской земле В общем, идем к Марине Здрасте! Вот и мы Да ненормально, хотя Ну что, Марина, давай расскажи себе Ты же сказал, что сирота, да? Как еще твоя судьба складывалась? Я родилась в городе Острове в Псковской области И не прожила там до 13 лет Потому что у меня в 13 лет я осталась сиротой Мама умерла Вот, отец, он алкоголик и был лишен на детских прав И бабушка была, когда мне было 5 лет Дедушка, когда мне было 11 лет Соответственно, у меня больше никого не осталось И меня взяли на опекунство И привезли в Московскую область в город Лобня В 18 лет я стала жить самостоятельно жизнью И пыталась чего-то в жизни добиться Работать, учиться Работала на двух работах, чтобы суметь получить образование У меня и техникум, институт, и четверо курсов по итогу По факту я всегда работала экономистом по труду Но также я еще и совмещала другие специальности Но в данный момент я работаю финансовым контролером У меня нет близких, родных У меня был муж Мы с ним развились 5 лет тому назад Ну и все, собственно У ближайших родственников никаких у меня нет Поэтому Одна? Да А ты, получается, вот это жилье снимаешь? Да, снимаю, с его жилья нет Дело, получается, так и живу А сколько 10 лет живешь в этой квартире? Ну, лет 5, наверное, примерно так Марина, недавно от тебя получилось сообщение Где ты написала Помогите мне спокойно умереть Именно из-за этого сообщения я и приехал, честно говоря Потому что она меня просто очень тронула Расскажи, что случилось с тобой Все началось после вакцинации Я никого не хочу осуждать И никого не пытаюсь ничего-то отговаривать Я понимаю, что мой случай один миллион И поэтому со мной случилось то, что случилось Для вакцинации у меня вошли серьезные осложнения в моем здоровье И мне сначала частично смогли погасить острую фазу А именно, это был отек линки А что это такое, отек линки? Отек линки это когда опухает лицо, тело, когда ты начинаешь задыхаться, боли, температура высокая То есть от этого можно умереть Тот врач, который мне прописал серьезные уколы Это были гормоны Он меня смог вытащить На какое-то время стало света Погасив отек линки И подавив сильную боль Причина это реакция на вакцину То есть на какой-то химический состав Многие врачи от меня отворачивались Никто не хотел меня лечить А мое состояние все ухудшалось, ухудшалось и ухудшается Врач тот меня спас На какой-то момент острую фазу снял Проходит три недели У меня опять становится плохо У меня постоянные боли, я их испытываю ежедневно Они точечно по всему телу Словно в меня накачали аллергены, какие только можно И у меня идет реакция на все То есть на любую еду Даже ту, которую мне прописал врач На любые лекарства То есть это проявляется реакция в температуре повышенной, резкой Бывает и давление тоже может подниматься, которого никогда не было Начинает, как я говорила, пухать язык, щека И больно кушать, и это невозможно Трясти То есть меня трясет каждый день Иногда поменьше, иногда побольше Вот я сейчас с вами разговариваю Меня трясет, вот немножко даже видно, что руки трясутся Того, что врачи никак не могут определить, что со мной Многие отворачиваются Многие начинают просить сдавать кучу анализов И они у меня все нормальные, с исключением иными И было предположение, что это белок Может быть не циреактивный, поскольку он нормальный какой-то другой В ней были проделаны курсы капельниц уже других Какого-то улучшения я не заметила Может быть какое-то слабое Но капельниц было максимально помечено 10 штук И прошло уже достаточно времени, чтобы мне стало легче Но я пока не чувствую То есть и температура каждый день И все остальные симптомы, о которых я говорила Поэтому никто меня вылечить, к сожалению, не может И поэтому я вам так и написала Это достаточно тяжелая форма И она идет по нарастающей Я живу от укола до укола Мне нужен обязательно укол, чтобы снять какое-то воспаление Которое сейчас нарастающим итогом происходит в течение месяца И чтобы я могла хоть что-то кушать Боже, я потеряла достаточную вес И теряю Килограммы 4 точно я скинула за 2 месяца Обострение все и 2 месяца происходит, да? Да, да И все хуже, хуже Да, то есть я уже не могу себя называть здоровым человеком И я во многом ущемлена И в отношении питания, в отношении лекарств Но достаточно серьезная ситуация И боль очень сильная Бывает не такая, бывает терпима Ну то есть мне нужно максимально терпеть Чтобы мне каждый раз не кололи вот эти уколы Эти уколы, они колят таким, можно сказать, безнадежно больным людям И поэтому я стараюсь максимально терпеть, сколько могу Но я понимаю, что так долго продолжаться тоже не будет Тогда на какой-то период времени мне эта жизнь поддержит В этом вся сложность То, что врачи не могут определить, что со мной А мне все хуже и хуже становится И чтобы хоть как-то поддерживать жизнь во мне Мне приходится делать эти уколы В противном случае я, повторюсь, не смогу питаться И мои боли будут усугубляться Мне очень многого нельзя Проще сказать, что мне можно И даже то, что мне можно У меня даже на это идет реакция Поэтому я сейчас стараюсь только готовить суп на втором бульоне из индейки Самый простой и диетический И также макароны и индейку именно в виде мяса в небольшом количестве И на этом все То есть мне даже на картофель идет аллергия Ну и стараюсь питаться даже не три раза в день, как в принципе для нормальных людей Хотя бы два Чтобы мне не так было больно Выходит так, что из-за того, что я ушаю, потом я за это расплачиваюсь А если я съем какую-то запрещенную еду У меня может долбануть так, что опять снова будет отек А может быть и еще что-то страшнее Страшнее, наверное, это анатилактический шок То есть тут уже никто не спасет И тяжело это все переносить В общем, даже чисто морально это тяжело понимать, что ты в такой ситуации Ну ты мне написала все-таки, вернемся к твоему сообщению Помогите мне спокойно умереть Ты в прямом смысле собралась умирать уже? Да, то есть я уже была к этому готова И я понимала, что я прошла уже два месяца борьбы И от меня либо отворачиваются, либо не знают, как меня лечить А ты еще мне писала про то, что у тебя были мысли покончить жизнь Да, к сожалению, у меня такие мысли были часто Потому что я по жизни борец То есть я всегда ворола за свою жизнь, чтобы как-то ее улучшить И не опускать руки Иногда я срывалась, и мне хотелось просто все закончить Это большая должна быть сила воли Это должна быть очень огромное желание жить, чтобы выкарабкаться И не всегда это спасает Иногда хочется все бросить и покончить со всем Поскольку я понимала, что мне тяжело справиться с болью Это боль достаточно сильная Особенно, когда сжет горло Это не передать какая-то боль Хочется просто, вот знаете, открыть окно и броситься Я не пью, не курю И, соответственно, сказать, что я какая-то ненормальная невозможно Слава богу, все в порядке у меня в этом отношении Это просто отговорки врачей, которые уже не знают, как Либо уйти от ответственности, либо не знают, как помочь Поэтому у них аргументы только такие Что либо это у меня психосоматика Либо у меня какие-то панические атаки Либо это у меня иммунная система Хотя ни то, ни другое, ни третье не соответствует реальности И пока врачи разводят руками, отворачиваются от меня Время идет, и моя болезнь усугубляется И чем дальше, тем страшнее Ты обращалась только в одну больницу? В вашем местном? Я обращалась и в нашу поликлинику И обращалась в частные клиники Одни аллергологи разводили руками Говорили, что с этим я не сталкивался, я не знаю Другие говорили, да, у тебя реакция на эту прививку И что-то там отписывали То лечение, которое уже прошло И на этом все заканчивалось И никто не предлагал лечить меня дальше Уже было пройдено все Все, что в моих силах Но результата нет Друзья, я, честно говоря, очень сильно переживал Когда решался поехать в Москву И снять на эту тему фильм Потому что, сами понимаете, тема щекотливая И мне не хотелось, чтобы кто-то принял решение Делал прививку Боялся этого Сами знаете, обстановка сейчас сложная Я сам прививку делал в апреле Многие мне, кому я говорил об этой тематике Говорили, что лучше не снимай На эту тему большая ответственность Но, тем не менее, я все-таки решил приехать в Москву И поехать в Марине Потому что понимал, что кроме меня Ей помочь некому Ты, получая, сейчас до сих пор работаешь? Да, на удаленке Если бы я работала в офисе Мне было бы тяжело работать Если бы я в таком состоянии ездила в офисе Мне пришлось бы уволиться, к сожалению Ту же работу делаешь, но только дома Ты справляешься, да? Да И руководитель лояльно относится Когда я езжу Сдаю анализы или к врачу Потому что я работаю и выходные И могу работать позже Я заметил, у тебя много иконок дома лежит Ты глубоко верующий человек? Ну, не настолько, чтобы очень глубоко Чтобы ходить каждые выходные в церковь И несмотря на то, что у меня частые мысли про суицид Особенно в последнее время в связи с такой болезнью И да, я верю в Бога И у меня это исходит из детства Несмотря на все то, что со мной случилось Все произошло Я верю в Бога, да Понятно сейчас, что у тебя очень большие траты В связи с болезнью Вообще зарплат твоей хватает? У тебя еще кто-нибудь помогает еще? Нет, никто не помогает Я сама И зарплата небольшая Это на все, к сожалению, не хватает А медикаменты, лекарства Анализы Походы к врачам Это все очень дорого Особенно в сегодняшних реалиях Что вот такие тяжелые заболевания Они сопровождаются большими тратами Включая и самих специалистов А сколько деньг в среднем уходит лекарства в месяц? По-разному Но если мы не берем анализы И не берем Прием специалистов То в среднем 10, 10, 15 Как минимум Я понимаю твою беду Но все-таки хотелось бы еще раз от тебя услышать Почему ты ко мне обратилась? Ну потому что вы мой последний Наверное единственный шанс На спасение То есть поскольку все от меня отвернулись А те, кто не отвернулся Не могут меня вылечить И я уже не справляюсь Ни морально, ни физически Ни материально Никаким образом Поэтому пройти у нас к вам Я хотела бы Чтобы меня наконец-таки вылечили Нашли эту причину Вылечили меня Чтобы я была здорова Это раз Ну во-вторых Конечно Чтобы помогли финансы Потому что Я не справляюсь Мне не хватает на все средств Нужно и жить на что-то И платить за жилье И лекарства, анализы А вот друзья у тебя есть? Кто тебя как-то поддерживает Морально? Нет Близких друзей у меня нет И знакомые Которые у меня были Большинство Никто не проявил инициативу Просто это все В какой-то устной форме Там выздоравливаю На таком уровне На этом все Никто реальную помощь не оказал Вот К сожалению Я один на один Со своей болезнью Вот это наверное Самое страшное Когда случается Приступы Когда высокая температура Сильные боли Ты понимаешь Что рядом никого нет Никого из близких Людей И вот это наверное Самое страшное Что может быть Может быть умирать Не так страшно Как страшно Когда ты один В такой ситуации Наверное дело в этом Ну и наверное Не только дело В болезни А вообще само по себе Это не очень приятно Когда тебе Некому обратиться Мне бы очень хотелось Иметь свой дом Мне бы очень хотелось Иметь Какого-то близкого человека Рядом И мы сейчас Не говорим Конкретно про мужчину А вообще Вот чтобы Человек какой-то был Чтобы смог Меня как-то поддержать И к сожалению В личной жизни Если мы об этом Затронем Речь Мне не везет Потому что Я не приемлю Таких свободных отношений Предпочитаю Оставаться одна Чем Как говорится С кем попала Вот Алексей Я бы хотела вас Благодарить За то что Вы приехали ко мне За то что Вы не отвернулись От меня Как большинство Остальных людей Помимо врачей И сказать спасибо Что вы приехали И сказать спасибо Что Были со мной Хотя бы Этот короткий Примежуток времени Жаль что вы уезжаете Мне бы хотелось Еще подольше С вами остаться Очень приятный человек И видно что Вы хороший человек Надеюсь Вы ко мне Еще приедете Я буду Очень рада Вас видеть Всегда Хочу поблагодарить Также тех Кто Остался Неравнодушным К моей проблеме Кто Смог мне Притянуть Руку помощи И чем-то помочь Я это очень ценю Не знаю Что будет дальше Вылечусь я Или это будет Летальный исход Но Просто хочу сказать Спасибо Всем И включая вас За то что Вы не отвернулась От меня Марина Я очень надеюсь Что после этого фильма На тебя все-таки Какие-то Медицинские органы Клиники Обратят внимание За тебя возьмутся Тебя вылечат И Надеюсь Что я еще раз Приеду И снимем фильм Как у тебя все хорошо Давай Не теряй тут духа Будь Бодрый Веселый Энергичный Медицинские органы Ну что друзья Вот так у нас была сегодня Очень волнительная Тревожная тема Если кого-то интересует Продолжение этой истории То обязательно Подпишитесь на канал Если вы до этого Не были подписаны И нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить продолжение Даже Не знаю Как к вам обращаться О чем вас спросить Друзья Потому что Сам В шоковом состоянии Нахожусь Но очень надеюсь Что кто-то откликнется И поможет Марине пройти Обследование И лечение В серьезной Какой-нибудь больнице Москвы Марина Побоялась Давать свои контакты Потому что Переживает За неадекватные Звонки Сообщения Тем более Она находится В очень подавленном Сложном состоянии И попросила Держать связь со мной Поэтому друзья Если кто-то хочет Ей как-то помочь Обязательно пишите мне Вконтакте В одноклассниках В инстаграме Также я напишу Свой телефон В этот раз Пишите пожалуйста Только в ватсапе Потому что На обычные звонки Я не могу отвечать И иногда связи нету Связь сядь через ватсап Как всегда Делитесь с вами Эмоциями Впечатлениями И если возникнут вопросы Обязательно Свяжитесь До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok